Всем привет-привет! И сегодня мы бы хотели поговорить на тему общественного транспорта на Кипре. Как я уже говорила в предыдущем видео, общественный транспорт это автобусы, такси. Он как бы на Кипре есть. Предназначен он больше для туристов. И сегодня давайте подробно рассмотрим, как работает общественный транспорт на Кипре. Итак, вот автобус синего цвета. Синего цвета означает, что автобус идет внутри города, в данном случае внутри Ларнаки. Автобусы зеленого цвета это междугородние автобусы. Сейчас мы находимся на автобусном вокзале, именно автобусов, которые ходят по Ларнаки. Вот здесь висит расписание автобусов. Так, вот есть веб-сайт, на котором вы можете посмотреть расписание автобусов. И вот есть такое еще приложение. 425-й автобус идет от зоны туристической декелии до аэропорта. Идет каждые 20 минут, очень удобно. How much? 1 евро 50 центов для взрослых. И 50% стоимости для детей. Аренка, разобрались в расписании? Вот это время здесь, которое указано, это вот отсюда, от вокзала уходят автобусы. Сейчас во время локдауна 50% только заполняемость разрешена и обязательно в масках. Автовокзал находится в центре Ларнака, перед улицей Финикудос, перед центральной набережной Финикудос. Итак, сайт publictransport.com.ci, Cyprus. Открыли на греческом, на английском языке и также вы можете перевести на русском. Открываем маршруты и расписание в разделке служебная информация. Выбираем для примера Ларнаку и выбираем один из маршрутов. Например, вокзал Ларнаки-Ародипу. Нам тут же показано на карте, как идет автобус, что очень удобно, с названиями остановок. Можно также сделать поиск по названию остановки. И расписание все указывается. Но приходить на остановку лучше немножечко раньше, потому что если автобус нигде до вас не останавливался, то он может быть в такой ситуации, что он придет немножко раньше на остановку. 10-15 минут в запасе должно быть. Поддержите нас, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Спасибо! Вот это междугородний автобус зеленого цвета. И он ходит между городами, например, Ларнака-Никосия-Тродос или Ларнака-Лимасол-Пафос. В Энапу ходят автобусы зеленого цвета. Вот сайт, на котором можно посмотреть расписание междугородних автобусов. Intercity-Basis.com На греческом, на английском есть. Также вы можете перевести на русский язык все, чтобы было проще. Здесь есть, например, маршруты, вкладочка. И, пожалуйста, вы выбираете, например, Айя-Напа, Ларнака или Масол-Пафос. То есть вы выбираете любой удобный для вас маршрут. Для примера откроем вкладочку Ларнака-Айя-Напа. Здесь будет расписание автобусов с понедельника по пятницу, в одну сторону, в другую. В общем, все достаточно четко и понятно. Лично мое мнение, автобусами в самой Ларнаке пользоваться не очень удобно. Если вы живете недалеко у моря, то проще дойти до моря пешком. А если вы едете в супермаркет, то это, опять же, неудобно. Потому что вам с сумками, с продуктами придется идти на остановку, ждать автобуса и так далее. В этой ситуации лично я бы воспользовалась такси или договорилась с уже знакомыми киприотами о том, чтобы вас отвезли, подождали или вернули за вами там через час-полтора. И это было бы намного проще. Если вы путешествуете между городами, то автобусами возможно воспользоваться. Это будет намного дешевле, чем тоже такси. Автобусы ходят по расписанию. И у вас всегда будет время, чтобы погулять по городу. Или, например, съездить, искупаться на пляж в Янапе. Междугородними автобусами пользоваться, да, удобно. И, конечно, дешевле. Просто нужно посмотреть расписание автобусов междугородних. Приехать на Финникудес, на центральную остановку. На самом Финникудес находится главная автобусная остановка. Здесь останавливаются международные автобусы. Здесь останавливаются также автобусы в аэропорт. Вот она, главная центральная остановка. Здесь расписание. И территор есть. И вот остановочка. И даже время. Электронное табло, В котором указано время, например, в аэропорт. Через 14 минут придет автобус. В Никасию через 25 минут. Автобус будет уходить. Вот, показываю крупным планом. Есть даже электронное табло. И здесь очень удобно. То есть отсюда можно уходить в аэропорт и в другие города Кипра. Перед тем, как поехать в другой город, пожалуйста, уточните, как будет удобнее добраться до другого города, где будет автобусная остановка. Возможно, если вы живете на Декелии, ваш отель или апартамент находится в районе Декелии, то автобус в Айанафу будет проходить прямо мимо вашего отеля или апартамента. Если вы живете в другой стране, то придется ехать на Финникуду. Возможно, такая ситуация, что в город, в который вы хотите поехать, проще добраться от остановки, которая находится рядом с вашим домом. Вообще, стоит уточнить номера автобусов, которые останавливаются рядом с тем местом, где вы проживаете. Это всегда удобно. Вы будете знать, куда вы сможете доехать. Вот проходит мимо автобус. Просто так автобус не остановите. Если на остановке нет людей или вы ждете другой автобус, то есть нужно обязательно проголосовать. Вы видите, издалека идет автобус и остановить его вот так, подняв руку. Как маленький нюанс. Не забывайте, что левостороннее движение и на Кипре, соответственно, автобусы как бы идут не по привычной нам стороне. Вот отсюда будут идти автобусы. Общественный транспорт, честно, не очень развит на Кипре, поэтому все местные жители, начиная с 18 лет, имеют свое автобус, свою машину. Поэтому общественный транспорт больше рассчитан на туристов. Также есть такая услуга, как Тревел-экспресс. Это как маршрутка. Вы звоните в офис Тревел-экспресса и говорите, что мне нужно в такого-то числа, в такое-то время доехать, например, до Лимасула, до такого-то офиса. Стоимость будет 10 евро, и вас заберут в указанное время, но когда вы попадете в этот офис, это очень сложно предугадать, потому что они набирают маршрут у людей, мини-автобус, и всех развозят по очереди в том порядке, как им удобно. Поэтому точное время вы никогда не знаете. Вот Тревел-экспресс. Работают они без выходных, 24 часа 7 дней в неделю. И вот их телефон. Наверное, удобнее просто позвонить и поговорить с ними на английском. Также вы можете воспользоваться арендой машины на Кипре. Об этом мы снимем отдельное видео. И, наверное, самый удобный вид общественного транспорта, конечно, это такси. Для примера покажу вам одно из такси. Такси на Кипре. Русское такси на Кипре. Вы можете найти по адресу кипр-такси.ру Очень хорошие цены, на мой взгляд. Вот Паларники за 15 евро. Это хорошая цена. Также можно съездить в другие города. Подводя итоги, хочу сказать, что, конечно, общественный транспорт есть, но, положа руку на сердце, пользуются им не очень удобно. Удобно пользоваться такси и комфортно. Удобно брать машину в аренду. Об этом мы снимем отдельное видео. Как взять машину в аренду на Кипре. И также у нас будет еще видео о том, как доехать из аэропорта Ларники до места назначения. Какие способы есть и каким удобнее воспользоваться. Мы, когда приехали на Кипр, в самый первый раз с туристами, у нас не было машины, но у нас было два маленьких ребенка. И автобусом мы воспользовались один раз, поняли, что это не очень удобно. И договорились с такси, с водителем, что если нам нужно будет, например, в магазин, то он нас туда отвезет и через час-полтора мы ему позвоним, и он нас заберет. Это самый удобный вариант был для меня с маленькими детьми. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. И до новых встреч. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. Пока.